В Донецке на улицах грабят и угоняют машины, в регионе на исходе вода, а лидер ДНР Пушилин уже в России. Фотографируется с Жириновским, принимает от него подарок, ручку ценой 175 тысяч долларов. Екатерина Лысенко, ситуация на Востоке сегодня. Один из лидеров так называемой ДНР, Денис Пушилин, уже в России. В интернете появилась фотография, где он рядом с Жириновским. Как лидер боевиков пересек границу, в погранслужбе не знают, предполагают, что через закрытые пункты пропуска. Также появилась информация, что в Макеевке террористы захватили здание СБУ и подняли российский триколор. Правда, ее еще пока не подтвердили. В самом регионе разгул бандитизма, говорит донецкий мэр Александр Лукьянченко. Людей грабят, угоняют автомобили, с женщин срывают украшения. Из-за боевых действий возникли проблемы с водой. Со Славянском нет связи. В город не могут довезти бензин. Неизвестно, работает ли скорая помощь. В связи с Славянским не только в Министерстве охраны здоровья ни у кого не было. У нас нет официальной информации областного управления охраны здоровья Донецкой областной администрации щодо неможливости работы бригад швидкої медичної допомоги в связи с отсутствием больных. Место Краматорськ полностью обеспечено водой из альтернативных дживен. Водопостачание Дружковка и Константиновка постачается за рахунок привезной воды. То по Славянскому, на жаль, водопостачание централизовано пропинено. Також подвозу питной воды в це місто не здійснюється. Пенсии и зарплаты в Снежном Донецкой области в Красном Луче и Луганске и выдавать не будут, решили в правительстве, пока там боевики. В Кабмине также говорят, за время АТО на Востоке погибло 210 человек. Военные, мирное население или террористы в Минздраве не уточняют. Это общая сводка из моргов. За вчерашний день больше 50 людей загинуло. Больше 50 людей. Загалом по Луганске и Донецкой области. Военные тем временем просят власть не забывать о них. Бойцы в ожидании лучшего зарплаты, каких-то там социальных плюсов. Ну, естественно, оформление участников боевых действий. Группа наблюдателей ОБСЕ продолжает мониторить ситуацию на Востоке, но только в Донецке. А вот из Луганска организация отзывает своих наблюдателей из-за повышенной опасности. До сих пор нет связи с двумя группами ОБСЕ, которые находятся в плену у боевиков. Екатерина Лысенко и Нажмут Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер.